Здорово, ребята! Вы в прошлый раз так много про Джигурду говорили, что никто не заметил вот этот вот комментарий. Блин, чувак, если у тебя маленький член, не надо его на нас наваливать. Не всем это нравится, вот мне точно это не нравится. Как можно навалить свой член на незнакомого человека без его разрешения? Ладно, если это хотя бы твоя девушка. На неё можно навалить. На неё можно пописать, если ей это нравится. Но не надо наваливать свой член на нас, пожалуйста. Ламба ТВ представляет. Если бы я был собакой, я бы по-любому себе каждый день яйца вылизывал и трахал бы сучек в парке. Я бы даже не обламывался, если бы член внутри них застревал. В общем, я был бы самым счастливым псом на свете. Но вот после просмотра следующего видео я нашёл минусы собачьей жизни. Да, жалко псину. Но вы только посмотрите, как смешно он упал. Мне безумно нравится, как он головой болтал. Как будто у вертолёта к концу каждой лопасти электричество подведено. А если посмотреть на ПСА в замедленном действии, то он очень напоминает вот этих танцующих надувных человечков. Да, эти танцующие надувные засранцы могут человека куда угодно затащить. О, Петь, слышь, давай мы туда вон зайдём. Слушай, там же на вывеске написано «Бар анальный изнасилования». Ну, зато у них при входе стоит надувной танцующий человечек. В общем, я надеюсь, что с носом ПСА всё в порядке. И что Нюх теперь его никогда подводить не будет. И продолжая тему игрушечной авиации. Мы уже знаем, что вертолёт может нанести неплохой урон собаке. Следующее видео показывает опасности другого летательного аппарата. А я вчера себе случайно по пальцу молотком заехал. А мне вчера на ногу утюг упал. Ребят, ребят, успокойтесь. Мне вчера в голову самолёт влетел. И ведь как круто звучит. Особенно, если никто не знает контекста ситуации. А представляете, если это был спланированный микротеракт? Вдруг внутри этого самолёта среди микропассажиров были микротеррористы. А, никому не двигаться, самолёт захватен! Пилот направлен в сторону головы вон того чувака! Вау! Но, несмотря на все старания микротеррористов, выполнить своё задание им не удалось. Потому что мужик в итоге встал. Теперь, благодаря этому видео, я знаю, что самолёт может обладать свойствами бумеранга. Но такое, мне кажется, бывает один раз на миллион попыток. Но вот что такого может произойти, если я сейчас запущу вот этот самолётик? Блин, ребят, я, честно говоря, даже сам не знаю, как это произошло. Ну, по крайней мере, самолёт был не таким большим и тяжёлым. Народ, революция в сельском хозяйстве! Нам в руки попала совершенно новая технология. Но я боюсь вам её показывать. Потому что она опережает своё время и может показаться вам неприемлемой. Но это наше будущее, и вам придётся с этим смириться. Да, ребят, я тоже шокирован происходящим. Я не думал, что прогресс сделает такой резкий гигантский скачок. Я готовился к летающим машинам, например. Но по сравнению с тем, что мы сейчас видели, парящие в воздухе автомобили кажутся детской шалостью. Но только представьте, как до такого можно было додуматься. Так, всё, ребят, спасибо, спасибо. Всё, вы свободны. Очень приятно было с вами поработать. Счастливо. Так вот, как до такого можно было додуматься? Понятно, что все такие решения придумываются от огромной лени. Кто захочет сначала по всему полю брикеты сеном оставить, а потом ездить их собирать? Вот так вот и родилась эта идея. Так, ребят, стоп, 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 мы только на один раз договаривались, за этот я платить не буду. Всё, уходите, уходите, всё, пошли, пошли, пошли отсюда, всё, 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 домой. Но версия с ленью это всего лишь прикрытие. Им нужно, чтобы мы так думали. По правде, эти чуваки хотят стать первыми фермерами, которые запустили брикет сена в космос. Тем самым, сделав для Земли первый органический спутник. А то, что мы сейчас видели, это всего лишь калибровка пускового оборудования. Камеру, камеру отдайте. Совсем охуенно. Даже ничего объяснять не буду. Просто один вопрос. Что это за херня? Блядь, вот хотел в этом эпизоде без мата обойтись. Но как можно без него, если ты видишь такую хуету? Ворона, которая кукарекает. Кукарекает! Да как такое произойти-то могло? Я знаю, что ворона можно научить разговаривать. А обычная ворона, видимо, настолько глупая, что обучается только кукареканью. Это всё равно, что я бы сейчас начал женским го. Мужик, я мужик, всё хорошо, у меня есть хер и яйца. Не знаю, может этот ворон вообще шпион? А шпион должен в совершенстве знать язык противника. День 26. Петухи до сих пор ничего не подозревают. А вообще, я думаю, эта ворона просто съездила к бабушке. Вот и нахваталась петуховского жаргона. Вот мы с вами смеёмся, а она нас сейчас опущенными назвала. Ребят, не забывайте заходить на сайт Карамбы, смотреть видео из эпизода. И ещё там каждый четверг выходят эксклюзивные эпизоды плюс 100-500. Так что заходите на Карамбу почаще, там до хрена всего крутого. Заебись. Кстати, палец вверх, подписывайтесь на новые видео, если хотите, чтобы я немножко подкоротил свою бороду и был меньше похож на террориста. Потому что Петя говорит, что я похож. Я не хочу быть похожим на террориста. Вот. Это был плюс 100-500, меня зовут Максим. Запомните, ни в коем случае не вываливайте ни на кого свой член без их разрешения. Пока. Ха-ха-ха! В фильме Гай Фокс скрывается под маской и сваливает в злобную... Теократию. И после этого Фокс неожиданно для всех стал символом борьбы вл***х школьников с церковью и государственной системой. Фондю любит тебя.